я рад вас приветствовать блендер 281 и вот такой вопрос персонажу нужны кисти рук как это в блендер можно все это дело поменять позу кисти вот такая базовая кисть именно для изменения под разные там карандаши стаканы словом вот такая база как вот изменить здесь именно позу пальцев вот давайте разбираться в этом нам поможет опять арматура и заходим теперь опять же так извините пардон включу видимость то что я буду нажимать чтобы вы в случае чего могли это все дублировать так n панель закрываем и погнали нажимаем на кисть все мы выделили и заходим в табуляцию в edit mode вот такая вот плотная сетка если она нам подходит мы и оставляем и по прошлым роликам то что не вошло в них опять же по ремешеру заходим в модификаторы это модификаторы и находим вот ремеш мы его можем нажать применить и смотрим что здесь да как так жмем табуляция заходим в object mode вот вы видите как рука исказилась поломалась не беда добавим именно октри вот это вот нажимаем и добавляем полигонов заходим теперь табуляция вы видите что пока ничего не изменилось опять же в object mode и применяем все вот это дело apply жмем вот теперь заходим в эти модификаторы вы видите что так поменялась сетка вот такая получилась сетка на руке так мы погнали с этой сеткой поработаем можно конечно работать и стой ну чтоб полегче модель была пойдет теперь жмем Z английскую Warframe нажимаем вот так вот все это дело преобразилось можно отключить можно включить рентген и и теперь заходим так в object mode опять же жмем табуляцию вот все видно и добавляем в add находим кости арматура добавляем арматуру вот она появилась и нужно теперь ее по пальцам раскидать работаем английская с уменьшаем английская g переносим туда куда нам надо и чтобы ее было лучше видно заходим вот в эту косточку и находим так пардон заходим наверное object property здесь человечек вот этот и находим сейчас забыл немножко вот она wearport display нажимаем на название кости чтобы высветилось и включим видимость кости чтобы лучше было видно in front ну вот теперь нужно все это аккуратненько именно подогнать по пальцу жмем G ставить будем давайте наверное вот на этот палец и до косточки поднимаем такая штука что косточка идет вот здесь на сгибе косточка тут фаланги и тут вот надо под них вам мало это дело все подгадывать жмем S немножко прибавляем заходим теперь табуляцию в edit mode выделилась вот это вот верхняя шишечка сфера жмем E английскую и вытягиваем до следующей косточки и еще E и вытягиваем вот ну до пальца до ногтя все это прикольно надо это дело чтобы было ровно теперь можно нажать shift выделить две вот эти вот кости и нажать ротацию R чуть-чуть подровнять выделить еще shift вот эту косточку и G чуть-чуть вот сюда ее подвести вот где-то вот в таком духе снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши ну и немножко это все дело R ротации можно вот так подровнять так вот так выделяем эту косточку жмем R вот таким вот образом мышкой неудобно но ничего справимся вот такая штука и немножко можно ее транспозом немножко подкрутить именно по пальцу и подвести переключаемся на нижнюю косточку так отключим транспоз опять его включим и немножко тут можно подкрутить и немножко подтянуть ну где-то вот в таком духе так select box снимаем выделение и вот нужно еще вот сюда вот косточек добавить одну косточку вот эту берем нажмем так shift D и дублируем ее где-то вот сюда нажимаем S вот так вот прибавляем по боля и немножко G опускаем смотрим опять же с разных ракурсов подгоняем по кисть и немножко выравниваем тут можно ее привязать к этому пальцу можно нет ну в принципе не принципиально также можно ее вот так не ставить чтобы потом загнуть именно еще вот кость на руке можем мы ее увести именно вниз вот так вот нажимаем G подгоняем уменьшаем жмем с где-то вот так опять же G ставим ее вот так и теперь снимаем выделение нажимаем на верхнюю эту пимпу и жмем Е и вот эту Е уже можно дотянуть до сюда так и немножко ротации подогнать все можно вот эту кость связать с этой но нам это пока не надо нам нужно чтобы пальцы отдельно гнулись и вот эта кисть сама загибалась именно не тянув за собой пальцы информации кстати в интернете очень по этой теме маловато так что я тут импровизирую профессионалов просьба не ржать так снимаем выделение ну вот в принципе и все все готово все нормально так можно также еще здесь поставить пальцы ну будем пока одну сделаем чтоб и время экономить принцип так будет понятен так все нормально заходим теперь в object mode вот так вот снимаем выделение нажимаем на кисть нажимаем Z заходим в solid чтобы было кистью так видно мал мал и теперь shift выделяем вот эти косточки все и нажимаем ctrl p и связываем их white automatic короче вот здесь вот 3 снизу посмотрите все немножко ждем все это дело должно сейчас срастись и заходим теперь мы в позу поз мод вот такая получается у нас прикольная штука выделяем вот эту косточку допустим и жмем транспоз и немножко все это дело вот так вот загибаем вы видите что палец загнулся все нормально select box нажимаем shift левая кнопка мыши и теперь два вот этих надо закрутить можно использовать р ротацию клавишу это кому как удобно так теперь закругляем опять же выделяем вот эту косточку вот эту и вот эту и опять же жмем R и заворачиваем вот так вот палец вы видите что его немножко искривило это дело не беда сейчас мы это все дело подгоним подправим вот так вот и теперь нужно еще больше подзагнуть вот этот вот эту косточку R еще больше подзагнем выделим еще вот это перешив две косточки и опять же R немножко еще больше подзагнем ну и следом третья косточка английская R и немножко загибаем ее вот сюда так теперь все это дело нужно немножко подравнять вот эта косточка нам и поможет мы ее теперь через shift выделим вот эти две косточки и немножко G вот так где-то чуть-чуть подкорректируем так ну вот где-то так вот получается теперь выделяем через shift вот эти все косточки и немножко транспозом это дело все подравняем чтобы и рука под выровнялась ну словом чтобы получилось где-то вот такая штука вот эти вот пальцы сейчас они немножко пока как загибаются вот так неправильно но это потому что нужно будет еще там кости поставлять немножко подкорректировать подрегулировать ну вот такой принцип изменения позы когда будут кости здесь стоять уже вот такого излома сильного не будет потом можно будет эти пальцы уже тоже корректировать так ну и вот это тоже можно допустим G вот вы видите что косточка нам подавляет помогает регулировать саму руку так это все мы уменьшаем убираем снимаем выделение выделяем теперь вот эту косточку и вот для чего она нам нужна так ctrl z снимаем выделение и попробуем вот эту косточку выделить и немножко закрутить ротация как она не крутится печально можно ее отдельно на наверное нужно тут отдельно ставить кость ну это не беда это в любой потом можно вытянуть под загнуть главное чтобы пальцы именно менялись информации опять же по костям очень мало есть информация где связывается вот это все дело но я чуть-чуть там не понял кто знает вот так все это гнется и тянет за собой палец потому что идет привязка вот к этой кости а вот это вот кость нормально должна вот так вот ходить вот вот так теперь нормально нормально ну вот так вот меняется поза заходим теперь в object mode снимаем выделение и вот это все дело сохраняем и сейчас вот это я все закину в the brush и рассмотрим как делать кисти вот эти вот именно в the brush тоже менять позу а вы там уже выберите какой вам больше подходит способ и где удобней нажимаем файл жмем экспорт жмем опш жмем десктоп вот вы видите что красным высветилось название у меня один файл уже есть просто на плюсик нажать чтобы добавилось к надписи единица жмем экспорт все это дело вот сохраняет сейчас курсор видно все сохранила ну и теперь добро пожаловать в the brush и вот the brush 2019 давайте закроем ликбокс он нам не нужен нажимаем импорт и сюда сейчас закинем ту кисть которую делали в блендер допустим так рабочий стол юнит 1 вот вы видите вот так вот загнулся палец здесь все это дело можно опять же подкорректировать пролепить где-то что-то добавить и где-то доработать как меняется поза именно кисти здесь так с этой кистью я пока работать не буду давайте я импортирую изначальную вот это изначальная кисть сейчас можно и выровнять именно по сетке вот так все это здесь происходит левая кнопка мыши все это дело уменьшает и нужно вот эту кисть с помощью транспоз поставить именно вот так по симметрии вот у нас есть кисть ее нужно теперь изменить позу пальцем выбираем допустим какую позу надо ну и давайте здесь тоже загнем вот этот вот палец чтобы как там было здесь используем control и маску допустим нам нужно согнуть фалангу вот эту мы ее маскируем где-то если что-то зацепили control alt чуть-чуть очищаем и удерживая control нажимаем левой кнопкой мыши вот именно на вот этот вот переход вы видите что маска размывается граф сайс можно поменьше и уже здесь излома не должно быть нажимаем control и выравниваем так вот так где-то и теперь можно именно транспоз поставить или использовать ротацию вот именно вот эту вот без включенную гизма вот так все это дело от нижней части вытягиваем и теперь все это дело загибаем вот таким вот образом вот так вот снимаем теперь маску подтягиваем выделяем теперь еще одну фалангу вместе с этой только теперь вот так вот маскируем до косточки вот так немножко выравниваем модель чтобы маска легла более-менее симпатично до кости и control alt если нужно где-то подчищаем control зажатый опять же размываем маску жмем control и включаем ротацию вытягиваем вот этот полозок и опять же загибаем если где-то палец начинает по-другому загибаться опять же можно его вот так вот выровнять если где-то глубоко опустили то можно использовать move и немножко вот так вот отвести приподнять ну вот где-то такая штука получается так снимаем опять же выделение с помощью гизму можно всю руку чуть-чуть подкорректировать чтобы ровно на нее смотреть вот где-то вот так shift левая кнопка мыши все это дело выравнивает и вот теперь нужно вот этот палец опять же замаскировать пробел передвигает рамку зажатый вместе с control и левой кнопкой мыши вот так все это дело теперь маскируем делаем размытость маски снизу делаем control и и вот так вот опять используя ротацию можно даже уже использовать гизму вот так немножко все это дело корректируем и перекручиваем как нам надо вот где-то в таком духе снимаем маску control левая кнопка мыши если что-то не так control z и немножко подкорректировать вот так поперекрутить и подогнать где-то можно даже отвести и немножко больше приподнять вот так или больше опустить вот таким вот образом немножко завести где-то назад вот этот палец нужно больше загнуть как это сделать сейчас у нас одна полигруппа вот все что маскированное нажимаем control w жмем поле f и вы видите что у нас теперь две полигруппы вот он у нас теперь отдельно палец и мы можем теперь его control shift нажимаем на него и вот так вот control можно где-то подрисовать вот таким вот образом вот так зажимаем теперь жмем control i и опять же ротацию используем только теперь без гизма на край ставим вот этой размытости и больше поджимаем shift левая кнопка мыши щелчок левой кнопкой мыши это все дело возвращает и control левая кнопка мыши снимает маску вот теперь поле f можно отключить и вот так вот у нас изменился палец вы видите что соседние нить тянуло все классно вот такой здесь есть способ разберемся еще теперь как делать пальцы да давайте вот этот палец один замаскируем так снимем маску включим гизму выровняю где-то вот так вот кисть так еще немножко назад вот чтобы маска ровно его отсекла жмем вот так вот выделяем палец жмем ctrl w нажимаем ctrl shift левая кнопка мыши и у нас остается вот так один палец мы теперь заходим в геометрии находим modify topology и жмем hidden чтобы скрыть все что вот это нам не надо ну чтоб удалила это программа все остается у нас вот такой палец так теперь мы нажимаем экспорт или мы можно нажать make polymesh ну давайте экспортируем напишем допустим палец enter все сейчас он сохранит сохранил и заходим в ликбокс находим project вот эту и заходим в манекены по моему да в манекенах находим вот эту кисть он спрашивает сохранить то что вы делали до этого я говорю нет мне это не надо и сейчас он подгрузит вот эту кисть з сферы вот такая кисть alt левая кнопка мыши ну и давайте немножко поменяем вот эти вот так ctrl z ротацию включим и вот ротацию можно вот так вот все это дело нажимать на косточки и немножко вот так это все дело крутить вот так вот получается если что-то нужно можно так вот подкорректировать костяшку где-то можно опять же с помощью мов подтянуть опять же ротация и вот вот этот палец можно побольше подзагнуть и вот эту штуку тоже побольше и вот эту припустить до вот этого основания так вот такая штука есть вот палец все нормально нам подошла допустим эта поза также можно большой палец подгибать и так далее давайте еще вот этот подсогнем вот так вот так и вот так не забываем что когда гнутся пальцы они чуть-чуть уходят вот так вот в боку вот в эту сторону ближе к ладони как бы косяной так оставим вот это пока два пальца теперь чтобы начать дальше работать с этой вот кистью нужно нажать адаптив скин и жмем превью отключаем смотрим поле f вот вы видите что кисть разбита именно по полигруппам все прикольно и вот теперь с ней можно работать нажимаем make make polymesh делаем так дубляр дублируем так вот и на этот дубляж импортируем наш палец находим где он тут так палец открыть альт левая кнопка мыши убираем уменьшаем вот он наш палец и мы его должны вот сюда вот так вот подкрутить перетянуть подставить вот так вот немножко выкручиваем подгоняем подставляем немножко вот так вот перенесем гизму чуть-чуть на палец и вот этот квадратик так икс симметрию отключим у кого включена и немножко его уменьшим и немножко его подставим ставим теперь прозрачность и вот можем работать с этим пальцем подгонять его именно вот к этому ставим на него если нужно можно его немножко вытянуть вот так вот побольше сделать где-то уменьшить где-то прибавить где-то перекрутить ну словом вот такая вот штукенция так ну и надо теперь вот эту часть вот эту часть так так пардон вот эту часть маскируем control размываем маску и вот так все это дело с помощью ротации отключить гизму можно немножко уменьшить вот так вот раз и немножко подкрутить вот эту часть вот так снимаем маску ставим move можно теперь гизму поработать и вот так вот все это дело подгоняем можно с помощью маски подгонять можно подгонять с помощью move topology кисти делаем ее побольше немножко вот так вот еще быстрее получится вот так вот ее корректируем именно с пальцем вы видите что палец получается немного толще с этой бедой тоже может справиться гизму вот так нажимаем на красненькую и он ее сплюснует только подгоняем не забываем вот так и вот эту часть чуть гизму уменьшаем вот эту часть можно уже здесь подтянуть подрегулировать вот так вот для чего это делается для того что допустим лепить эту руку слишком долго вам нужен только один палец вы теперь делаете control левая кнопка мыши и дублируете его предыдущий палец маскируется а с этим вы теперь можете смело работать не боясь что затронете предыдущий ну опять же смотрим по размеру пальцев где-то какой-то пониже где-то какой-то побольше вот такая получается штука теперь прозрачность можно отключить снять маску и у вас вот немножко поработав получится рука и в позе вот так вы экономите время постоянно не надо лепить если вы наделаете таких рук достаточно много которые держат стакан или еще что-то то у вас получится хорошая кисть с кистями так вот материал такой может будет вам видней ну вот чуть где-то пролепить подшаманить и в принципе уже готовая рука так давайте еще рассмотрим где взять кисти так у нас есть вот манекены нам они пока не нужны можем выбрать вот базовые допустим выбираем так не эту ну вот выбираем гражданина вот мы можем его теперь немножко поэксплуатировать и забрать то что нам надо допустим нам нужна вот эта часть вот так мы ее маскируем ровненько где-то ctrl alt стираем маску и вот теперь жмем ctrl w нажимаем на кисть и жмем допустим в геометре Dell hidden показывает уберите дивайды вот эти вот полигруппы дивайды мы их убираем и жмем Dell hidden все рука наша тела нет теперь make polymesh и у нас в саптулах оказывается одна рука одна кисть все вот с этой кистью мы можем тоже свободно работать нам не надо ее постоянно лепить уже так где еще можно взять кисти открываем лихт бокс пардон не лихт бокс открываем кисти и находим вот эту кисть ммм тун сейчас она откроется здесь я о ней уже рассказывал есть ноги руки трехпалы сказочные персонажи и вот здесь вот дальше есть кисти вот так находим допустим сказочный персонаж и вытягиваем вот так вот кисть почему она так вытягивается она привязывается к саптулу ктулу вот к этому чтобы теперь забрать нам вот эту руку и это не мешало мы заходим сплит жмем grow split окей и вот у нас появилось два саптула этот можем закрыть переключиться на нижний так вот эти чтоб не мешали можно стандартную кисть включить и вот у нас есть вот такая кисть трехпалая уже это вот подходит для диснеевских персонажей у них животные с тремя пальцами чтобы добавить дивайдов ctrl d и вот уже хотите лепите хотите опять же какие-то пальцы добавляйте и уже потом объединяете вы их используя merge down вот вот эту функцию и потом назначаете допустим одну полигруппу ctrl w и все у вас будет хорошо вот когда вы замаскировали и жмете ctrl w одна полигруппа ctrl w еще одна полигруппа эти полигруппы можно делать где угодно как угодно сколько угодно вот так вот ctrl w и вот теперь вы нажимаете и каждую эту полигруппу можете убирать и работать с той частью которая вам в этот данный момент необходимо чтоб не затрагивать другие вот так вот ну вот как то так по кистям все всем пока до свидания и вы 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 Продолжение следует...